Прививки и вакцины. Многие из нас привыкли к ним с детства. Еще в школе приучают всем классам ходить и терпеть, пока комарик укусит. Впрочем, сейчас все чаще люди отказываются от прививок для себя и своих детей. Медики бьют тревогу. Заболеваемость вот этими вакцинами, так называемыми вакцинами, управляемыми инфекциями, прям пропорционально зависит от охвата населения профилактическими прививками. Чем выше уровень охвата населения вакцинации, тем ниже уровень инфекционной заболеваемости. Чтобы развеять сомнения, достаточно вспомнить о цифрах. В Нижегородской области последний случай заболевания полиомелитом зарегистрирован в 1993 году, дифтерии в 2011, паратитом в 2012, а краснухой в 2013. Получается, прививки работают. На сегодня, благодаря тому, что мы увеличиваем охват населения профилактическими прививками, это позволило снизить заболеваемость гриппом в 11 раз. То есть показатель увеличили охват прививками против гриппа по Российской Федерации в два раза, а уровень заболеваемости снизили в 11 раз. Вот это как раз тот эффект, о котором сегодня нам говорили и который мы хотим донести до наших практически всех служб, ведомств и в том числе до наших жителей, жителей Нижегородской области. Почти удалось истребить и гепатит В, теперь заболевшие исчисляются единицами. Уровень коклюша в сотни раз ниже, чем 50 лет назад. И что особенно важно, прививки доступны для людей в государственных поликлиниках. Профилактические прививки, они делаются бесплатно в поликлиниках, по месту жительства. Или же взрослыми можно получить профилактическую прививку, придя в территориальную поликлинику, на чьей территории расположена та или иная организация. Но на сегодня, кто должен об этом в первую очередь заботиться? Это, конечно, о своем здоровье должен в первую очередь заботиться сам гражданин. Медики уже который раз напоминают, бояться такого достижения медицины, как прививки, необдуманно и отказываться от них не стоит. Ведь, сделав укол, вы можете обезопасить от инфекции не только себя, но и своих близких.